Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Много ли блюд с рисовой крупой ты умеешь готовить? Любимая крупа азиатов может стать не только вкусным ароматным пловом или сытными голубцами, но и выручить в повседневных делах. Для этого не обязательно ее готовить, нужно просто знать, куда и зачем ее можно насыпать. Ценный источник витаминов и энергии – диетический продукт. Риса много не бывает, и ты убедишься в этом, когда узнаешь о его свойствах в неварочной поверхности. Мы знаем шесть лайфхаков, которые перевернут твое представление о рисовой крупе. Убирает сырость и неприятный запах. Чтобы соль не слипалась и всегда была сухой, положи несколько зерен риса в солонку. Рис поглотит влагу, а соль будет оставаться рассыпчатой. Если шкаф или комод с вещами долго не открывается, внутри появляется неприятный затхлый запах. Хранение рисовой крупы в небольшом контейнере или тканевом мешочке вместе с вещами поможет поглотить неприятный запах и предотвратить появление плесени в шкафу. Также из риса можно сделать ароматизатор для вещей. Копни несколько капель любимого эфирного масла в контейнер с рисом, и вещи будут приятно пахнуть. Можно почистить кофемолку. Кофемолку мыть очень неудобно, и не всегда удается вычистить труднодоступные места. Зато с этим легко справится рис. Насыпь одну столовую ложку риса в кофемолку и включи её на одну минуту. Затем высыпь рис и сполосни кофемолку. Легче отмыть посуду. Когда руки не помещаются в узкое горлышко вазы, налей в неё жидкость для мытья посуды и две столовых ложки риса. Взболтай и сполосни вазу. Рис хорошо очистит вазу внутри, как ёршик. Заменяет клей. Если нужно вклеить фотокарточку или смастерить поделку из бумаги, подойдёт густой отвар из рисовой крупы. Не промывая, залей водой один к двум и вари до состояния киселя. Варить рисовую крупу нужно примерно 15 минут и помешивать, чтобы каша не пригорела. Затем остуди и перелей в маленькую бутылочку и используй, как обычный клей. Можно сделать грелку. Сшей небольшой тканевый мешочек и насыпь в него рис. Мешочек с рисом разогрей в микроволновке и приложи к больному месту. Сухое тепло отлично убирает спазмы. Помогает фруктам быстрее созреть. Если дома есть недоспелые фрукты или овощи, помести их в ёмкость с рисовой крупой. Так они быстрее созреют. Когда знаешь много лайфхаков для дома, в кармане остаётся больше денег на себя любимого. Порой никакие хитрости не могут спасти от завала на кухне. Но есть несколько советов, благодаря которым на кухне будет царить чистота и порядок. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.